У нас очень давно, мы уже спили с этой водой, сейчас станции сдали на анализ, сказали, что с этим колодцем пользоваться нельзя. А все потому, уверена Ирина Викторовна, что на соседнем, через забор от нее участке по улице Сосновой, была организована то ли парковка, то ли автосервис, куда круглосуточно направляется большегрузный транспорт. Женщина показывает фотографии, на них маслянистая субстанция бурого цвета, которая во время дождя периодически стекает к ней во двор. Они тут заправляются, перезаправляются, они тут чистят машины, убирают, трясут в ковре, а солярка, что ли? Все равно, но где-то все равно, где-то протекает. Вся вот эта коричневая жижа, вся она оседала у нас вдоль забора и уходила к нам во двор. Вот дорога ко мне во двор, вот мой столбик и вся эта коричневая жижа здесь. Идет прямо вот потоком, просто такой поток. По этой же причине Виктору Ивановичу даже пришлось под корень спилить фруктовое дерево. Мужчина не сомневается, если не принять меры прямо сейчас, он попросту лишится своего сада. Абрикос засох, понимаете, это все идет грязная вода, я его спилил, он засох. Скоро и орех может засохнуть, тоже этому ореху может лет 40-50, ну, батька посадил. Дождь пройдет, вода стоит отсюда и пошли дальше. Это все вода стоит, машины едут и всю эту грязь, все туда идет на дорогу. Прямо напротив злополучной стоянки проживает пенсионерка Людмила Андреевна. Женщина жалуется на то, что просыпается среди ночи от гула проезжающих грузовиков, а все постройки у нее во дворе покрылись слоем пыли. Пылище, кругом, кругом пылище, и не мажь, чем невозможно дышать, я не знаю, я устала вот этого всего. Все вот, кругом все в пыли. Постоянно едут фуры, постоянно это пыль, постоянно днем и ночью, постоянно. Бесполезно мыть окна, бесполезно мыть их. Местные жители единодушны, проезжая часть маленькой улицы Сосновой не предназначена для движения грузового транспорта. Тут рукой, ну, две руки можно достать окно. И так по всей улице мало, 5 метров максимум, наверное, расстояние от дороги. Я болею бронхальная астма 17 лет и живу на этой улице с 81-го года. Форточку невозможно открыть ни днем, ни ночью, потому что фуры разносят вот этот. Пыльно и шумно, и так на протяжении вот уже нескольких лет. В любое время суток грузовики с прицепами преимущественно на польских номерах заезжают на улицу Сосновую как к себе домой, а ее жители ничего с этим сделать не могут. Не спим ни выходных, ни приходных, ни церковных праздников, ничего. Ни ночи, ни дня, ну, короче, понимаете, целый день и гудят, и гудят. Ну-ка, не вот, женщины же, конечно же будет слышно, это ж фура, это ж дизель. А выбросов сколько? Сколько свинца этого тут? От сложившейся ситуации одинаково страдают и взрослые, и дети. Мы постоянно гуляем возле леса, в лес, на природу выезжаем, здесь невозможно проехать и даже пройти. А вот здесь даже, когда выезжают фуры, мы идем и страшно, потому что здесь газуют сильно, и вот здесь вообще опасно находиться. Проезжавший мимо на автомобиле Юрий Климук хоть и не живет на улице Сосновой, но не смог сдержать эмоции и прокомментировал ситуацию. Я тоже жилец непосредственно этого микрорайона, и очень беспокоит вот это движение фур. Мы очень благодарны городу за то, что положили вот этот кусок дороги. И вы можете сами убедиться, что уже немного она, ну, скажем так, разбита непосредственно не фурами. Плюс посмотрите дети, плюс посмотрите беременные непосредственно в детскую поликлинику. Это большая-большая проблема. Жаль, что не получается сделать тротуар, но если бы такая возможность появилась, мы бы были очень признательны. Отсутствие тротуаров вызывает серьезное беспокойство не только у водителей. Нет благоустройства территории. Очень надеемся на то, что власти нашего города заметят нашу просьбу, выделят, возможно, бюджетные деньги на строительство тротуаров, потому что очень много людей, проживающих на этой улице, школьники, также детишки, которые ходят в садик. Был такой момент, что две фуры не могли разъехаться возле моего дома. Ребенок, который идет в школу либо со школы, он просто не знает, на какой забор ему залазить. Просто нет места. В надежде разрешить проблему Анна Васильевна неоднократно обращалась в различные инстанции и даже провела любопытное наблюдение. Я проводила самолично статистику, сколько периодичность автомобилей проезжает на данном участке дороги. Примерно статистика показала, что в минуту проезжает один грузовой автомобиль. Но после обращения, которое мне написали, ответили, конечно, стало реже, но все же они нарушают правила и проезжают здесь, что мешает людям. Поток пыли оседает у домохозяек на подоконниках. Это не только пыль, это песок, например, у меня. Также невозможно, например, сушить белье, которое постоянно находится в пыли. Количество фур исчисляется в сутки несколькими десятками, и все они заворачивают во двор с вывеской «Спортивный клуб Виктория 86». О цели данных визитов есть несколько версий, и все они не спортивного характера. Как пояснил нам бывший председатель, а ныне ликвидатор общественной организации «Спортивный клуб Виктория 86», фуры он сюда пускает, как говорится, на постой. Кстати, лицензии на парковку, оказание сервиса или прочих автоуслуг у мужчины нет. Но он искренне полагает, что делает доброе тело. Это, по сути, госпрограмма. Обеспечить на сегодняшний день местами фуры поставить, чтобы ни на трассах, ни на дорогах стояли, где мешают действительно движению. Получается, что вы одним людям помогаете, а другим людям вы мешаете? В общем, я не мешаю. Так как Георгий абсолютно не понимает, чем мешают людям, жители улицы стараются решить проблему, обращаясь за помощью местные органы власти. Результатом такой активности стала установка дорожного знака, запрещающего въезд к грузовым автомобилям. Однако чудо не произошло. В нарушении всех правил дорожного движения грузовые автомобили как заезжали, так и по-прежнему заезжают на улицу Сосновую. Сотрудники ГАИ о проблеме знают. Периодически выставляют здесь посты и штрафуют въезжающих под знак. Но понятное дело, что сутками на одном месте никто дежурить не будет. Местные жители хотели бы установить здесь систему фотофиксации нарушений, но это уже не в компетенции ГАИ. Система фотофиксации нарушений правил дорожного движения устанавливается совместным с закрытым акционерным обществом «Безопасные дороги Беларуси», куда граждане могут обратиться по поводу установки камер фиксации нарушений. Следует отметить, что проблема жителей улицы Сосновой рассматривалась на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения. И есть решение. Принято решение администрации Ленинского района, города Бреста, выдать предписание в отношении ликвидатора на запрет проезда транспортных средств на территорию клуба «Виктория». У жителей улицы даже есть предложение, как можно использовать площадь спортивного клуба рационально, а главное – с пользой для подрастающего поколения. Тем более, что Георгий – опытный тренер по футболу. Почему бы здесь не открыть для детей? Здесь очень много детей, многодетных, мамам некуда детей устроить. Почему здесь не открыть для детей спортивный комплекс какой-нибудь, интересный, чтобы дети могли и что-то пилить, и спортом заниматься? Им было бы это очень интересно. Их надо, наоборот, заинтересовывать в этом все. А у нас, получается, все наоборот. Люди страдают от того, что ездят фуры, и очень большая пыль поднимается столбом. Это же и белье не посушить, это же и вырастить что-то на грядке, оно все покрывается пылью. Так же самое и еще стекает соляр с дождем. Ну, у Георгия и на это есть ответ. По комментариям, по комментариям, значит, вижу, что человек не знает меня. Абсолютно не знает. Только, знаешь, что тренер-учитель там все. Но если пройти с 85-го года, мой жизненный путь здесь, не было семей, нету семей в микроволновке Дубров, которые отношения не имели бы, что дети не занимались. Редко, редко кто. Только приезжие могут быть и считанные люди. Полностью жизнь посвящена. Даже сейчас в футбольном поле. Кашу там все. Не ходят дети, не хотят заниматься. Вы о чем? Ситуация на улице Сосновой – показатель того, что проблема наличия парковочных мест и предоставления сервиса для большегрузного транспорта в приграничном Бресте все еще остается открытой. Со слов водителей, иногда трое, пятеро, семеро суток они стоят в очередях. Я не могу сейчас сказать, что туда только. Не имеет значения. Туда-обратно. Иногда 40-50 километров очередь в Польше тоже. И они просто, ну, люди просто в отчаянии. Как можно не понять их? И, знаете, очень медленно едут. Жильцы и легковушки, которые проезжают туда, они претензии им предъявляют. Чего вы, говорят, как черепахи ползаете? Слушайте, вам, говорят, не угодите. Быстро едем, вы жалуетесь. Медленно едем, как черепахи перемещаются. А скажите, вот жители местные обращались к вам? Кроме хамства я ничего не слышал от них. Хамство просто, оскорбление, все. Я не видел, невозможно разговаривать. Они вот даже не в курсе дела. А вдруг у меня официальная парковка? Они же никогда не поинтересовались. Жители, говорят, пытались по-хорошему. Ничего не выходит. Зимой стоят большегрузы. Греться ребятам надо, мы их понимаем. Они включают рефрижераторы вот эти. Мой сын уже два раза выходил. Говорил, отъедьте хоть туда дальше. Мы их тоже понимаем. Люди страдают, люди стоят на границе. Им надо где-то. Но спать невозможно. В два ночи, в четыре ночи сын просыпается, идет к водителю, стучит и просит. Отъедьте, пожалуйста. Он говорит, я уже сейчас уезжаю. Ему надо ехать. И он два ночи прогревается и уезжает. Так что вот мы столкнулись сейчас с таким. Говорю, было хорошо, стало. В несколько раз еще хуже. Дальнобойщики тоже жалуются. Им просто некуда деваться. Здесь можно стоять. Здесь еще дают. А где не дают? То есть там перед ТЛЦ нельзя. Там на обочине тоже, на мосту тоже нельзя. То есть, ну, есть определенная проблема с парковками. Брест. Вот и все. Ну, было бы гораздо лучше, если бы что-то, ну, сделали. Сделали именно какой-то сервис. То есть, пускай там это будет большая, там парковка какая-то. Пускай это будет стоить денег, чтобы был душ. Там кафе, где-то, ну, то есть стиральная машина, может, какие-то. Ну, условия хотя бы какие-то создали. Несмотря на то, что возле погранперехода Козловичи в январе была открыта зона ожидания электронной очереди, мест периодически не хватает. По словам водителей, нет и условий для отдыха. Там зоны отдыха вообще никакой нет. Там просто-просто заборы, все. Какая там зона отдыха? То есть, в отстойнике нету ничего абсолютно. Ну, туалет и мусорка. То есть, ну, сервис, ну, конечно, все же люди, как бы, кто-то хочет сходить, то есть, ну, и в душ сходить, и покушать. Есть гостиница, там, столовая, там, без проблем. Ну, а так, в целом, чтобы вот на месте какой-то сервис был, такого нет. Сложившаяся ситуация, уверены дальнобойщики, заслуга польских пограничников и таможенников, которые никуда не торопятся и работают неритмично, существенно занижая пропускную способность погранперехода. Но так как к ним взывать бесполезно, приходится уповать на понимание и решение вопроса белорусской стороной. Субтитры создавал DimaTorzok